Музыка Царица над революцией был динамично развивающимся городом, в котором жили представители разных национальностей, исповедующих самые различные религии. Конечно, большинство населения было православным, однако кроме православных церквей в городе была немецкая лютеранская кирха, две мечети, две синагоги, армянская церковь. Все эти храмы были построены в традиционном для них стиле, характерном для тех местностей, где их, как правило, и строили. Помимо этих церквей был также в Царицыне и католический храм. Музыка Одним из старейших храмов Царицына был православный храм Иоанна Предтечи, возрожденный в наши дни рядом со своим историческим местом. Несколько столетий в городе существовали только православные церкви, число которых постепенно росло. Однако со второй половины XIX века население города начинает стремительно увеличиваться за счет приезжего населения. И среди приезжих оказываются представители многих народов, исповедующих другие религии. Для удовлетворения их нужд в Царицыне возводятся мечети, синагоги. В 1893 году открывается немецкая лютеранская кирха, построенная в неоготическом стиле с высокой колокольней, ставшей одной из визитных карточек Царицына. В 1908 году открывается армянская церковь Святого Георгия Просветителя, выстроенная в стиле традиционном для закавказских храмов. Вопрос о строительстве в городе католического храма поднимается с 1893 года. Католицизм в Российской империи имел много последователей. Только за счет того, что в состав России входила Польша, в стране насчитывалось более 10 миллионов католиков. А были еще и немцы, исповедующие католицизм, причем немецкое влияние именно на Нижней Волге ощущалось особенно сильно, поскольку сюда приехали немцы, приглашенные когда-то в XVIII веке Екатериной II осваивать новые земли. В Царицыне было много и немцев, и сложилась достаточно большая польская община, так что потребность в храме была велика. В конце XIX века католическая месса в Царицыне проходит нерегулярно и в разных помещениях. 25 июля 1893 года месса прошла в здании общественного собрания современного музыкального театра, когда в город приезжает католический священник Шембек. В августе того же года другой священник проводит службу прямо в помещении городской управы. Многие православные Царицына сочувствуют католикам, не имеющим собственного храма. В конце 1898 года католическая община направляет в Петербург ходатайство о необходимости строительства в Царицыне храма. В марте 1899 года из Петербурга приходит положительный ответ. Тогда же и принимается решение о том, что новый храм будет построен на местности под названием Балканы. В 70-е годы на северной окраине Царицына начинает складываться площадь, которая сегодня известна как Площадь Ленина. А в те времена, в память о жертвах и подвигах в войне с Турцией, ее именуют Балканская площадь. Площадь окружена большим количеством одной- и двухэтажных домов. В конце 19 века здесь строится знаменитая мельница Гергерта, а почти одновременно с ней Никольская церковь. И площадь получает новое наименование – Никольская площадь. Однако к этому времени в народе название Балканы уже успевает закрепиться, причем не только для самой площади, но и также для всего района, до самой нынешней улицы Седьмой Гвардейской. Именно в этом районе и начинается сооружение католической церкви. Строительство Большого храма – дело не из легких. Для сбора средств в городе формируется специальный комитет, однако деньги достаются с большим трудом. К 1901 году, несмотря на то, что с момента получения разрешения на строительство проходит уже более двух лет, необходимая сумма так и не собрана. В январе 1901 года комитет проводит благотворительный концерт с постановкой живых картин, весь сбор от которого должен пойти на строительство храма. Однако в результате этого концерта удается собрать всего лишь 295 рублей. Впрочем, несмотря на все сложности, строительство храма идет. В 1899 году на углу улицы Оренбургской, ныне Пражской и уже не существующей улицы Вологодской, строится временный молитвенный дом. Проект, по которому строился будущий костел, был изначально разработан для другого места и должен был появиться в Плотской губернии, в царстве польском. Однако реализация его начинается с разрешения синода в Царицыне. В июне 1903 года производится торжественная закладка храмового здания. Строительство ведется долго и завершение приходится уже на период Первой мировой войны. Первоначально храм посвящается Пресвятой Деве Марии, а в наши дни после восстановления он носит уже другое наименование. Отдельной католической епархии в Царицыне не было. Организационно священник католического храма в Царицыне подчинялся Саратов. В Саратове на улице Немецкой располагался главный католический храм Саратовской губернии, построенный в 1881 году в собор святого Климента Папы Римского. Тот собор, не сохранившийся до нашего времени, был возведен в псевдороманском стиле по проекту архитектора Грудестова, того же самого, который выступил в Царицыне автором проекта современного Казанского кафедрального собора. Католический храм Саратова украшали две высокие колокольни. Внутренний интерьер был богато отделан, своды были расписаны фресками, а в окна вставлены витражи. Настоятелем Саратовского и Царицынского храмов был один и тот же человек – Франтишек Саверий Климашевский. Таким образом, Царицынский храм был вторым по значимости католическим храмом во всей губернии. После окончания Гражданской войны католическая церковь начинает подвергаться в городе гонением наряду со всеми другими храмами. Правда, продержалась она немного дольше. Так, большинство православных храмов были закрыты в период с 1929 по 1932 год. Католическую же церковь закрыли в 1935 году, здание передали под клуб. Были проведены некоторые работы при стройке, внутри были сделаны перекрытия, оборудован второй этаж. В период Сталинградской битвы здание частично пострадало и было восстановлено в период с 1943 по 1947 год. Работа вело Управление строительно-восстановительных работ отделения Сталинградской железной дороги. С 31 декабря 1947 года в здании открылся клуб железнодорожников имени Жданова. Дальнейшая судьба храма была печальна. Капитальное здание, стоящее в центре большого города, забросили. После клуба здесь собирались разместить то кукольный театр, то центр технического творчества молодежи. Фактически же оно выглядело плачевно и в перспективе могло бы пойти под снос. В 1991 году принимается решение о возвращении здания законному хозяину, католической церкви. С того времени начинается восстановление храма, удаление всех лишних пристроек. В мае 1998 года храм, отреставрированный при помощи специалистов из Австрии и Германии, открывается вновь. Правда, посвящен он теперь святому Николаю. В алтарной части храма хранятся частицы мощей святого Николая, привезенные из города Бари, а также копия знаменитого рисунка Ройбера «Сталинградская Мадонна», выполненная углем на бумаге в рождественскую ночь во время битвы в Сталинграде. Католической церкви, конечно же, повезло. Глядя на нее, вспоминается образ другого царицинского храма, немецкой лютеранской кирхи, построенной на современной улице Володарского. Тот храм пережил Сталинградскую битву, но не пережил послевоенное восстановление города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова